Всем привет! Это новый выпуск Заметок о Черкесии и сегодня я бы хотел поговорить об одном основополагающем столпе адыгской культуры, о понятии адыгской этики, которые многие знают под словом Адыгахабзе. Для того, чтобы разобраться с этой сложной темой, обратимся к трудам антрополога Боразбиб Гажнокова, который как раз таки очень хорошо описал всю структуру и сложную систему адыгского этикета. Итак, адыгская этика или адыгство, оно же адыгага. Это такая национально-этническая этика, система моральных ценностей народа и принципы его самоорганизации, то есть это некие такие устные правила, по которым в идеале должен жить и вести себя адыг. И эти правила, причем не замкнутые на личность, на себя или на свое общество, они о том, как взаимодействовать с миром и в том числе с другими народами. Итак, можно примерно понять, какая структура у адыгской этики. Адыгство, как само по себе или адыгская этика, состоит из пяти ключевых направлений. Это человечность, это почтительность, это разум, это мужество и это честь или репутация. И как ответвление от нее и отделение ее, как некий институт, через который реализуется адыгская этика, это и есть адыг хабза, уже некий своего рода кодекс сборник законов, еще у него есть название шен хабзи. Оно состоит уже из юридических норм адатов, то есть это право адыгского общества, по которому оно жило, ну, жило, ключевое слово, потому что сейчас, конечно же, этих адатов уже нет, все мы живем законам тех государств, в которых мы живем. То есть это нравственно-этические нормы какие-то, которые как раз таки прописывают все вот эти основные понятия, пять штук, которые я перечислил. И вот такая система, она представляет собой наиболее, наверное, понятную схему того, что из себя представляет адыгская этика. При этом Боразби Гожноков, описывая такую систему, говорил о том, что сегодня, конечно, мы наблюдаем массовое падение нравов, к сожалению, очень мало людей следует действительно адыгской этике настоящей, ее идеалам, и он надеется, что, в принципе, как-то можно будет в будущем повлиять и, может быть, модернизировать эту этику так, чтобы она как-то более гармонично сочеталась с современными условиями жизни, как это, например, сделали и восточные философские системы. Процесс имеет от утраты двоякую такую форму. Это, в принципе, утрата норм, то есть падение норм морали. А с другой стороны, это принятие норм адыгства, адыга Хабза, но при этом доведение их всегда абсурда, то есть они становятся фетишем неким, неким таким, скорее становятся показным чем-то, чем реальным действием. И сегодня, конечно, звучат разного рода заявления вроде, что это такая система слишком идеальная, что, на самом деле, никто не следовал адыгству или адыга Хабзе в полной мере никогда, что это какой-то идеализм. Но на самом деле, как говорит Боразби Гожноков, что ведь здесь нет какой-то такой большой разницы между, например, буддизмом или конфуцианством, которые определяют суть общества, в которых они применяются, и не могут без них, как бы, в отдельности от них рассматриваться. Единственная разница, что восточные системы, в отличие от эга Хабза, они не настолько этничны, то есть они глубоко не завязаны на сам этнос и, соответственно, могут восприниматься другими народами без потери их этнической идентичности. Сам факт падения нравов имеет в адыгстве своего рода выражение в виде пословицы, суть которой переводится как «нет в тебе адыгства» или «ты не настоящий адыг», что воспринимается как упрек такой, который нужно побудить человека почувствовать стыд и исправиться в нравственном отношении. Наибольшее значение в адыгстве, в вот этих пяти его столбах, которые я перечислял вначале, имеет человечность, понятие человечности. Ну и далее уже как такие более второстепенные столбы, но неразрывно связанные с первым, идут уже все остальные. При этом подчеркивается, что само адыгство, оно настолько глубоко связано с личностью, с его базовой личностью, что является как бы для человека, который исследует неким таким мерилом, определяющим смысл его жизни, смысл вообще какой-то его жизненной деятельности. И таким образом личность вырабатывает то, что в адыгстве называется адыгским характером. То есть некий такой нравственный характер, как это Гожноков определяет, как homo moralis, который соответствует вот этим вот понятиям и нормам, нравственным ориентирам. Но при этом есть небольшой момент как бы такого религиозного мышления в этом всём. В адыгской этике такая этничная религиозность. Смысл её заключается в том, что результат применения норм адыгства в жизни является важным, поскольку от него зависит то, где ты будешь существовать в следующей жизни. То есть ты своего рода поступками соответствующими адыгству как бы показываешь Богу то, что ты следуешь этим нормам, либо не следуешь этим нормам. Соответственно попадаешь после смерти в рай или в ад, в зависимости от совершения или несовершения вот этих поступков, которые определяются адыгским этикетом. При этом адыгский этикет оставляет за человеком свободу выбора. Он не определяет его как доминанту такую, он не определяет эти правила как обязательные к исполнению абсолютно. То есть человек может их не соблюдать, это его личное дело. И считается, что Бог там решит уже, как защитётся ему это или нет. Есть просто грубые нарушения, конечно, этикета. Это уже другой вопрос. И человек, который обладает этими правилами этикета, он считается человеком своего рода чувствующим, мыслящим, поступающим в соответствии с заповедями этики. И все эти пять принципов, заложенные в ней, должны действовать неразрывно. То есть нельзя соблюдать быть почтительным, разумным, но при этом, допустим, бесчестным человеком или, допустим, бесчеловечным, непроявляющим сочувствием. То есть все пять признаков должны действовать гармонично и взаимосвязно. Только тогда адыгство как бы реализует себя адыгская этика. И чтобы понять примерно, да, вот прежде чем мы начнем погружаться в эти вот конкретные уже столпы адыгской этики, примем для себя просто некий набор характеристик, свойственных человеку, которые соблюдают адыгской этике. Как правило, это такие эпитеты, как добрый, озывчивый, почтительный, деликатный, рассудительный, мужественный, честный и великодушный. В принципе, это общечеловеческие нормы морали, которые соответствуют, в принципе, многим системам многих народов мира. И просто здесь они реализованы вот в такой форме. То есть уникальности какой-то здесь особой нет. Об отдельных аспектах, как бы выделяющих адыгскую этику, судя из других, поговорим позже. И нельзя не упомянуть такой отдельный подвид адыгской этики, как оргхабзе или этика оргхабзе. Суть, в принципе, у этого явления та же самая. Но разница в том, что обязанности, соблюдаемые в этикете оргхабзе, они более шире и более обязательны к исполнению. То есть это более максималистская этика, более обязательная. При этом некоторые проявления этикета доводятся до крайности и приводят, например, каскетизма. То есть вот доведение щедрости до абсолюта. То есть отдать все последнее и остаться нищим, но благородным. То есть это своего рода похожая такая философская система была у рыцарей средневековой Европы. Здесь и акценты точно также проставлены в оргхабзе. Например, очень сильный упор на гостеприимство, на щедрость, на воинскую доблесть. В чести выделяются несколько иные моменты, чем просто в адыгстве. Например, больше внимания уделяется нераспространению слухов. Допустим, если ты распространяешь какие-то слухи, то это повлечет более серьезное наказание. Это уважение женщины, даже такое возведение в абсолют, то есть такая рыцарская этика женщины, дамы, ради которой делаются поступки, граничащие с жизнью и смертью. Такой статус этого хабза придает ему какой-то такой элитный вид, как бы избранный. Поскольку, как правило, этот этикет касался аристократии. Это у пши князья, это у орки первой и второй ступеней. И он предполагал некую такую корпоративность, сословность этого явления, но при этом, конечно, не возбранялось соблюдать у орк хабзы тому же крестьянину. Допустим, он мог себе позволить, если он мог как бы выдержать вот этот груз обязанностей, который налагал ему орк хабзы, он мог себе позволить соблюдать эти марки. Но, естественно, это было очень тяжело. Естественно, соблюдаши у орк хабза всегда были на слуху, про них составлялись хвалидные песни, это были очень знаменитые люди в обществе. Но у орк хабза был свой минус. Минус это состоял в том, что, несмотря на мощную волну как бы такого морального импульса, нравственного, подаваемого теми, кто соблюдал орк хабза, для людей вообще, для общества, минус его состоял в том, что этот как бы этикет максимализма, доведенный до крайности, он был достаточно архаичным для общества позднего средневековья, что более такого, более нового времени, 18-19 века, если брать. И вот эта система, она во многом блокировала развитие общества, его модернизацию и объединение общества, поскольку и нормы его сдерживали, такие вот позывы. А что касается хабза, хабза само слово состоит из двух частей, это хе общество, и бзе это язык или норма, то есть нормы общественного поведения, скажем так, если дословно брать. В них, как я уже упоминал, входили как традиционное право, так и обычаи и ритуалы, связанные с какими-то традиционными верованиями, например. Интересный момент, что в Западной Черкесии, то есть в Горной Черкесии, среди угорцев, шапсугов, натухайцев и абазехов, нормы АДГ хабза часто регулировались, изменялись или устанавливались с общественными советами хаса. Но, как показывала практика, указывает на это Гожноков особенно, лишь те нормы, которые соответствовали, в общем-то, реалиям и бытовой жизни общества, они-то те и оставались в обществе, то есть принимались им, даже если они вот таким образом устанавливались. Боросби Гожноков при этом приводит пример ближайшего, наверное, такого похожего этикета, который существовал у абхазов, назывался Апсуара. Нормы этих двух этикетов, они практически совпадали, что лишний раз подчеркивает близость этих двух народов. Такое родство. Надлом, сам надлом Адыгства случился в первый раз, конечно же, в конце Кавказской войны, когда массовое мухаджирство случилось, потрясение и разрыв связей семейных и коренное изменение именно быта, социальной формации общества адыгского. Но еще какое-то время эти нормы сохранялись черкесской аристократии, которая перешла на русскую службу и сохранила свои привилегии, и являлась своего рода, ну пыталась, по крайней мере, адыгство сохранять, или оргхабзы в данном случае. Именно смерть и эмиграция большей части вот этого офицерства во время гражданской войны в России, как раз таки окончательно разрушила вот эту полноценную систему адыгского общества, и с тех пор это явление стало уже более индивидуальным и исключительно уже не общественным достоянием, а скорее достоянием отдельных личностей, которые готовы были его соблюдать. Итак, первым столпом адыгской этики для нас является человечность, он же и самый главный, как раньше это было. Человечность с адыгского в адыгском варианте переводится примерно как «светлое существо», ну если дословно брать. Его суть состоит в основных понятиях – это любовь, сострадание и понимание. В данном случае имеется в виду любовь человека таким, какой он есть. То есть способность видеть человека хорошим, минимизируя его плохие качества, ну скажем так, которые не сильно выделяются, давая ему некую фору, поблажку. Посольца говорит, человек, не любящий других людей, то есть не видящий их хорошими, не человек. Человечность предполагает жертвование своими силами, средствами, а если надо, даже жизнью ради других людей, ради того, чтобы помочь другим людям. Готовность жертвовать ради другого, причем готовность осознанная. Высшим понятием в человечности считается слово «хэтыр», что означает своего рода ежедневный альтруизм, оказание некоторых услуг, выручки, помощи и понимания. При этом предполагается оказание помощи не просто потому, что такой случай подвернулся, а предполагается намеренный поиск таких случаев, то есть иногда даже альтруизм без вызова, то есть когда, ну вот просто, просто помочь человеку, не потому что он просит, или потому что у нас сложилась так ситуация, а потому что ты можешь. Соблюдение вот этого понятия «хэтыр» повышает уровень авторитет и уважение человека в обществе. И таким образом формируется в обществе атмосфера такая взаимной поддержки постоянной. Предполагается, что слабый и пассивный человек, который не оказывает помощи, либо не ищет случая к оказанию такой помощи, это человек аморальный. То есть в данном случае этика адыгов несколько расходится, например, с европейской этикой, в которой предполагается, что хорошее поведение состоит даже в том, что ты просто не делаешь зла другому человеку, не обязательно делать добро, просто не делай зла. Адыгская этика предполагает, что в принципе ты должен активно делать добро. Это может выражаться в самых разных понятиях, даже в качестве совета. Большая человечность считается идеалом. И использование своих возможностей для того, чтобы помогать людям, своей энергии, силы, предполагает выражение большой человечности. При этом, чем большему кругу людей ты хочешь и можешь помочь, тем большую человечность ты таким образом проявляешь. Это идеальный тип человека, считается. Считается, что всякое деяние облагораживает и спасает от неверного понимания своего места в жизни, в мире. Доброе дело выражается также в адыгской этике словом псаппе, то есть спасение души. Своего рода, если дословно перевести, это опора души, надежда души. Псаппе то есть делание этого псаппе, совершение некого акта псаппе и получение псаппе от человека, который оказывает тебе помощь. Считается, что это псаппе, оно приводит к успокоению души, к такому покое душевному, причем человека делающего, оказывающего помощь и человека получающего эту помощь. Но если ее сравнивать, допустим, с той же кармой, псаппе отличается. Она представляет собой позыв в душе, то есть желание человека что-то сделать доброе, а не, как в случае с кармой, как бы позыв к замаливанию своих грехов, совершенных когда-то, не считается полноценной помощь в корыстных целях. Или если человек сожалеет о том, что он помог. И в данном случае решающее значение имеет чувство получившего эту помощь. То есть если человек доволен, оказан ему помощь и рад, то псаппе, то есть успокоение и спасение души получают обе стороны этого акта. Если же оно не достигло цели и помощь, оказанная не привела к успокоению души, к удовлетворению того человека, который ее получил, она не считается полноценной, она не облегчает страдания души, не дает успокоения души, то есть не засчитывается. Считается, что псаппе работает, когда помогаешь бедному человеку, доброму, отзывчивому, а не богачу и эгоисту. Есть еще третья сторона в этом процессе. Когда осуществляют псаппе, очень часто в поговорках, пословицах говорят, обращаются к Богу или к третьим лицам каким-то, как бы просят засвидетельствовать этот акт. При этом нельзя как бы просчитать, что ты можешь каким-то образом повлиять на свою судьбу. То есть человек не может знать, засчитает Бог ему или нет это псаппе, и он не должен в принципе надеяться и просчитывать это влияние. То есть он не должен надеяться на какую то судьбу. То есть нужно просто делать свое дело и не надеяться никого. И в связи с этим в адыгском обществе существует такая поговорка, которая есть в принципе и в России. На русский язык она звучит как «делай добро и бросай его в воду». То есть делай добрые дела и не ожидай ничего. При этом именно подчеркивается, что от получившего помощь не обязательно ожидать какого-то отклика. То есть сделал добро и пошел дальше. В быту эта форма ПСП выражается в неких коллективных действиях, направленных на оказание помощи. Ну, например, раньше, допустим, в сельской местности это было, допустим, раздача десятой части урожая, там, бедным, голодным, там, каким-то сиротам. Это раздача, по сей день действующая, раздача одежды умершего, там, соседям или тем, кто в этом больше нуждается. Иногда, когда просто какие-то праздники проводят, люди собираются, там, испекают какие-то вкусности и раздаривают его бедным, там, сиротам, тем же. То есть это такое акты благотворительности, причем в иных случаях это коллективные акты. И, как правило, люди говорят о том, что они чувствуют облегчение, им становится радостно, легко от того, что они совершили какое-то действие доброе, и они за это ничего не ожидают в ответ. Важным элементом человечности является эмпатия, то есть способность к состраданию. Чёрствый человек считается плохим, аморальным. Адыгское слово, которое соответствует эмпатии, дословно переводится как сердечная связь. Обычно эмпатии стараются обучать детей с двух-трех лет, то есть их стараются обучить уже на эмоциональном уровне чувствовать переживания, боль других людей и по-доброму реагировать на это состояние человека. То есть вырабатывается в человека необходимость сочувствия ближнему и, в принципе, даже любому существу, имеющему душу, высшим проявлением этой эмпатии считается осознание уважения даже к животным и растениям. Сюда же относится к эмпатии понятие «нравственное внимание» или, если перевести с адыгского, дословно «сердечный учёт». В данном случае это определяет навык человека, его способность выявить переживания и какие-то состояния у человека, с которым он общается, и по-доброму на них отреагировать. Например, задать вопрос о здоровье, поздравить, как-то пособолезновать. То есть такое позитивное внимание. Считается, что отсутствие возможности вот этого, как бы, понять в другом вот эти переживания, это отсутствие у человека нравственности и умственной культуры. Про таких людей говорят «гнеф», то есть слепое сердце. Способность поставить себя на место другого и переключить внимание своего «я» на внешний мир, вот, отличает именно нравственное внимание. Второй половиной этого же явления является нравственное воспоминание. Своего рода запоминание неких моментов, которые можно потом использовать для помощи человеку. Ну, например, какого-то далёкого прошлого, которые могут в какой-то момент взять и понадобиться, и ты своим напоминанием сделал, как бы, облегчил жизнь человеку или просто сделал ему приятное. Ну, например, когда какой-то человек, ставший знаменитостью, вот он вспоминает о своём каком-то старом учителе, приезжает и выделяет ему внимание. В данном случае вот эти вот понятия «нравственное внимание» и «нравственное воспоминание» Гожноков определяет как «нравственное озарение». Такое вот явление, внутренняя способность сопереживания другому человеку и внимания к нему. В данном случае всегда считается, что инициатива должна исходить от этого человека, который хочет проявить это внимание, и она должна быть неожиданной для получающего. И чем дольше вот эта память, то чем более дальний момент воспоминается при случае, тем больше эффект имеет «нравственное воспоминание». Одним из элементов также является благодарность. Это такое общее проявление признательности, доброе, такой нравственный отклик добрый за попытку сделать что-то доброе в отношении него. То есть человек благодарит. Но при этом, даже если это не было каким-то действием, или если человек пытался сделать что-то доброе действие по отношению к вам, но даже если у него это не получилось или это был просто обычный совет, все равно необходимость благодарности закольцовывает этот момент нравственного обмена. В адыгстской нельзя жаловаться на отсутствие благодарности. То есть не предполагается, что человек ответит тебе благодарностью. И при этом хвастываться и жаловаться также нельзя. Иногда именно это явление благодарности доводило до абсурда и до даже трагических случаев. Смысл был в том, что адыгстская, конечно, запрещает пользоваться как бы оказанием добрых услуг для того, чтобы сделать кого-то обязанным тебе. Но такие случаи неоднократно бывали. И, к сожалению, это доводило до того, что человек, который по каким-то причинам не хочет быть обязанным тебе, он всячески уклоняется от получения помощи от тебя. Что приводило даже к вражеским отношениям, даже к убийству. То есть были даже такие шутки у князей, что, так сказать, встретившись с какими-то всадниками в поле, они говорили, что враги это или нет. И, ну-ка, рженосец спрашивал князя. А князь отвечал, что думаю, что нет, потому что среди них нет тех людей, которым я бы оказал помощь. То есть вот это гнетущее чувство обязанности, как давлеющее, оно иногда вызывало, наоборот, конфликт. Следующий столб – это почтительность. Почтительность от греческого слова «закон», переходящего в арабский «намус» – честь, доброе имя или совесть. У адыгов в этот комплекс входит вежливость, деликатность, скромность и послушание. Почтительность – это проявление человечности в быту. Задить честь или унизить человека считалось нарушить его «намыс». Сюда же относилось неприятие шумного поведения, особенно если старший в компании находится. Таким образом, «намыс» как бы направляет само поведение человека в соответствии с руслом адыгства и приводит к согласию в группе и порядку в обществе. Основа «намыс» – это скромность, поскольку гордость, как считали адыги – это проявление высокомерия, которое разрушает разум. Скромность эта сочеталась с чувством собственного достоинства. Хвастовство считалось пороком. Для того, чтобы рассказать о себе, были специальные барды джугуака, которыми здесь занимались, собирали песни. Идеальный им черкес считался скромным и неблагословным. Когда он говорил о каком-то своем достижении, он старался не использовать явное стоимение. То есть он заменял, допустим, не я застрелил этого медведя, а ружьем выстрелило и убило медведя. До такого даже доходило. И когда какая-то соревновательность была, считалось не очень приличным выделять себя. То, что я оказался лучше, я победил. Я оказался более удачлив, была такая формулировка, чем кто-то другой. То есть намеков на превосходство никаких не предполагалось, все равны перед Богом. И все остальное не скромно. Так же, как и слушать похвалу о себе, считалось нескромным. Для этого нужно было прервать человека. Очень хорошо все эти признаки выражают сам адыгский язык, адыгабзе. Вообще, в принципе, в адыгской этике язык считается ее выразителем. Этика, как пословицы говорят, что невоспитанный человек не знает адыгского языка. То есть он не может по-адыгски правильно говорить. Соответственно, все вот эти нормы, они проявлялись через язык, через артистичность, яркость, своевременность. Вот это были признаки стиля поведения, соблюдающего адыгский этикет. Также его проявление заключалось и в походке. То есть гордое с осанкой, с какой-то такой плавной размеренной походкой, бессуетливости. В адыгском обществе существовало определенного рода равенство, прав именно на уважение личности. Но особенно выделялись категории старейшины, дети, женщины, гости, иногда иностранцы. Но минусом этого явления, почтительности именно, было то, что неприлично было остановить человека. То есть невозможно было сказать что-то, что противоречило было речи старшим, даже если они заблуждались. Это считалось неприличным, оскорбительным, грубым. Это хорошо отражается в поговорке, когда один молодой человек развязанно спросил старика, попросил у него сигарету, а тот отдал ему весь кесет. Но что он сказал? Зачем? Молодой сказал, зачем мне столько сигарет? Старший ответил, что мне не нужна эта привычка, я с этого дня отказываюсь от курения, потому что эта привычка поставила меня вровень с тобой. То есть молодой оскорбил старшего поведением, неуважительным, пренебрежительным к нему обращением. Нельзя было торгаться в личное пространство человека. Соблюдал дистанция 1-2 метра. Нарушение нормы считалось неправильное поведение за столом, в танце, в помещении со старшими. Это все регулировалось тысячами мелких норм этикета, которые все нужно было знать. И причем от иностранцев тоже требовали того же самого, если они проживали среди черкесов. Однако отмечается, что несоблюдение норм почительности даже старшими людьми, особенно старшими людьми, как бы закрывало для них соответствующее отношение со стороны общества. Ну то есть злой старик, который не соблюдал никогда нормы адыгства, он в принципе и не будет считаться как фигурой уважаемой, которой стоит относиться так же, как к другим соблюдающим адыгский этикет. Поэтому назойливое притязание на честь, ну то, что я самый лучше всех соблюдающий адыгский этикет, я самый достойный, это тоже считалось не по-адыгски. То есть выбиваться как-то вот вперед, но при этом быть пассивным, каким-то вялым человеком, это считалось две крайности. Нормы почтительности предполагались к соблюдению и вне адыгского общества. Но если их теряли, то возвращаясь назад в адыгское общество, их старались как можно быстро восстановить. Уезжая на учебу, допустим, и приезжая, вот это особенно отмечалось, потеря этих норм считалось потерей адыгства. Потому что по этому поводу даже существовали поговорки, что разум не грамотность. Стал грамотным, но оказался глупым. То есть есть даже такое понятие как умный дурак, умный глупец. То есть человек, где-то получивший образование, то есть получивший какие-то знания, но нравственно неверный, поступающий неправильно в обществе, не соблюдающий адыгский этикет, это, в общем-то, умный дурак, он опаснее, чем глупец. И еще одним важным моментом в категории почтительности являлось самоуважение. То есть человек, не уважающий себя самого, он таким образом не уважает других. Соблюдение вот этих формальностей имело большое-большое значение. Потому что здесь каждый раз, общаясь вот в кругу в какой-то группе, человек должен был анализировать каждую личность. То есть насколько хорошо соблюдает каждый из его собеседников адыгский этикет. И соответствующее с этим уровнем соблюдения этого этикета выстраивать свою людьми поведение. То есть стоит ли с ним обращаться так же, как в рамках этикета или не стоит. То есть это человек имеет уважение или не имеет уважения. То есть постоянная оценка людей происходила по адыгскому этикету. И есть такой даже пример, когда одна женщина оскорбилась на то, что ее пригласили на свадьбу бумажным приглашением обычной, открыткой. Вместо того, чтобы классически послать к ней посланца какого-то. То есть предполагалось, что эта женщина полностью соблюдает, ну старается максимально соблюдать нормы адыгского этикета, и к ней должно было быть отношение, то есть традиционное соблюдение всех норм и формальности. То есть понимали собеседники, что иначе она может оскорбиться, что к ней относятся не так. Третьим принципом адыгской этики является разум. Умственная культура личности и общества – это такая система принципов и навыков, такой нравственный аргумент мышления в адыгской этике. Об этом говорит пословица «каков разум, таков жизненный мир». Ум в адыгской этике чистый, без моральных принципов, без нравственности. Он не отличает добро и зло и не соответствует требованиям адыгской этики. Умение ладить в группе является важным проявлением разума в адыгской этике. Разум устанавливает и поддерживает социальный порядок, направляет людей в их действиях внутри адыгского этикета и действует как своего рода самоцензура, отсеивающая негативные какие-то проявления личности. Искусство находиться среди людей является одним из столпов понятия «разум». Понятие говорит о том, что не нужно приспосабливаться к миру, а нужно приспособить к окружению себя и окружение к себе. И тогда у тебя все получится. Умение налаживать добрые отношения с людьми относится к этой категории. Главное – это понимание другого и себя самого и умение разобраться, что есть добро и что есть зло. Причем в контексте каждый раз, в каждой группе общения. Отдельно выделяется само вот это понятие общения с людьми, то есть искусство войти в контакт и выйти из него. То есть искусство начать разговор и искусство закончить разговор на правильной ноте. Также выделяется искусство держать людей. Не в смысле держать их за плечи и за пятку, а искусство поддерживать отношения дружеские, как бы постоянно, на хорошем уровне. То есть человек, у которого часто меняется настроение, это плохой человек с точки зрения адыгской этики, непостоянный. То есть дружба при этом считается не должна быть основана исключительно на каких-то эгоистических мотивах и должна равномерно поддерживаться в течение жизни разного рода поступками. В принципе разум тут же довольно ключевое значение имеет. Есть такая пословица, что мать разума это мысль, то есть мыслительная деятельность. Человек всю жизнь свою самосовершенствоваться должен, развиваться, обучаться в контексте обращения к людям, к старшим, за советами, за какой-то информацией. То разум в адыгской этике считается наступающим у девочек в 15-16 лет, примерно мальчику в 17-18 лет. И с этого момента считается, что человек уже должен уметь отличать добро от зла. Также важным пунктом разума является нравственное понимание или развлечение, если это словно. То есть это своего рода аналитический ум. Развлечение добра и зла и установка на сочувствие и эмпатию превращается в некое рода познание. То есть человек всю жизнь учится не только различать добро и зло, но и учится в какой момент надо появить, каким образом лучше проявить эмпатию к человеку. То есть нравственная зрелость таким образом формируется. Сюда же относится и долг благоразумия. То есть своего рода самоконтроль, знание своих возможных пределов того, что ты можешь и сознательная зоркость. То есть способность убирать из своего разума какие-то дурные мысли, дурные позывы и не совершать глупых поступков при этом. То есть контролировать себя, свою вот эту вот животную эмоциональную составляющую своей личности, не зазнаваться и трезво оценивать свои возможности, потому что преувеличение своих возможностей это в принципе тоже нарушение этикета. Да, и важно понимание, что невозможно познать все, но стремление к познанию и самосовершенству является важным фактом. Еще одним важным пунктом в разуме является чувство меры. По-другому ее можно сформулировать как рассудительность. То есть считается неправильным преувеличение каких-то качеств или наоборот их недостаток. Ну например, избыток мужества может привести к безрассудству. Избыток вежливости может привести к лести. Не надо перехваливать человека, пословица говорит, иначе закружишь путь к критике. То есть не быть каким-то первым, не рваться вперед, но и не быть последним, не плестись в хвосте. При этом осуждается чрезмерная категоричность, развязное поведение, нетерпимость, нетерпеливость даже. Отсюда поговорки, что разумный расхлебывает ошибки дурака. Что дурак он опасен, особенно умный дурак, говорил, что глупость людей это в принципе конец света. То есть с точки зрения адыгской этики глупость или падения нравов, это в принципе разрушение этой этики и разрушение этноса. По поводу глупцов этика говорит так. Понимая, что перед тобой глупец, обходи его. Осторожную обходительность. То есть старайся его минимизировать с ним общение в обществе. Лучше умный враг, чем глупый друг. И в адыгской глупцов считается особенно тот человек, который винит во всех своих ошибках других. Четвертым столпом адыгской этики является мужество. Но тут может быть ошибочное восприятие. Мужество обычно связывается в понимании чего-то такого, связанное с воинской доблестью, с какими-то такими поступками, связанными с войной. Но на самом деле мужество в адыгской этике более глубокое понятие. Первый пункт это достойная жизнь и достойная смерть, которая влагается в мужество. Мужество это преодоление сложностей и решительные поступки во время опасности, то есть в рискованных ситуациях. То есть не трусость. Аналог этого благородства или добродетельность. В глубине своей мужества представляет собой это проявление воли к тому, чтобы жить в соответствии с правилами адыгского этикета. То есть соблюдать эти очень сложные правила, несмотря ни на что, подавляя свои какие-то, может быть, эмоции, какие-то желания, которые не совпадают с нравственностью. То есть это быть нравственным постоянно. В общем, мужество это проявление силы духа, собственной воли, которая заставляет тебя постоянно следовать нормам адыгского этикета, нормам нравственности, проделивая какие-то позывы к негативным эмоциям. Жестокость, распущенность, самонадеянность считаются как раз-таки отрицательными категориями, которые не представляют мужество, а не мужественность как раз-таки. Являются не мужественными. Очень образно описывается мужественность. То есть мужественный человек, у которого большое сердце. Меньше мужества, меньше уже сердца, если дословно. То есть трусливый человек – это человек с узким сердцем. Как говорит дословная пословица адыгская. Очень важным фактором является боязнь простых трусов. Если мы говорим именно о воинской доблести в данном случае, у человека активируется воля. Воля к каким-то поступкам, которые позволят ему избежать такого вот звания труса в обществе. Именно здесь играет решающую роль оценка обществом его поступков человека. То же самое, как и в японском кодексе самураев Бусида. То есть человек должен включать разум и контролировать свое поведение. Контролировать себя даже в рискованных сложных ситуациях. Не впадать в панику и как-то решающим образом действовать. И эта категория выражается в понятии доблесть. То есть способность действовать вопреки робости или собственному страху. Но заставляя человека быть активным, проявлять волю в ситуациях риска. Побеждать над собой и над обстоятельствами. И борьба страха смерти и бесчестия, вот в данном случае, она как раз и играет самую главную роль. То есть, как это описывается в такой схеме. Допустим, человек попав в какую-то экстренную ситуацию, ну допустим, он оказался на поле боя. Если он... Ну первое, что он испытывает, это страх. Страх это такой физический, естественный страх смерти, боязни. Но в этот момент вступает, если он правильно обучен адыгстскому этикету, нравственно в нем вступает ощущение, как бы, боязни того, что тебя назовут трусом. То есть боязни бесчестия, потерять свою честь и репутацию. И эта боязнь, она перекрывает страх смерти. То есть, человек понимает, что если он струсил и вернется в общество, он станет изгоем. Просто ему никто, с кем никто не будет общаться. В этот момент человек перестает бояться. И активизирует себя как-то, становится более активным. И преодолевает свой страх смерти, идет бесстрашно в бой. Кроме воли военной, то есть отваги, существует также понятие гражданской воли и интеллектуальной смелости. В данном случае речь идет о том, чтобы внутри общества во время, допустим, каких-то мероприятий совместных, во время советов, к примеру, выступить в обществе, выступить со своей какой-то идеей, которую человек готов отстаивать, готов защищать, несмотря на критику со стороны. То есть проявлять активную какую-то гражданскую позицию. Сюда же вносится и интеллектуальная смелость, то есть способность сказать честную правду, не боясь какого-то там осуждения или не боясь какой-то расправы над собой. То есть честность вопреки любым рискам. К категории мужества относится и стойкость. То есть стойкость, упорство. То есть когда человек вопреки всем неудачам, невзгодам продолжает идти к своей какой-то цели, продолжает сохранять свою честь и репутацию, следовать нормам АДГ Хабза, несмотря на сложности. Но, например, физические. Самый простой пример это когда жара, холод или когда, допустим, в поход какой-то идут люди и вот эти физические сложности, которые человек преодолевает, он не должен жаловаться на них. Иначе это считается как бы позором, трусостью. То есть стойкость, выносливость и способность удерживать свое я, свои какие-то идеи, несмотря на внешнее воздействие. И при этом речь идет о том, что человек должен стоически удерживать удары судьбы, не опускать руки, не впадать в депрессии и так далее. И даже если он находится в каком-то таком состоянии неприятном для себя, в упадках духа или, допустим, физически что-то тяжело, он не должен проявлять это. Если очень сильно что-то его беспокоит, он может высказать это в шутливой форме. Ну, допустим, в гостях человек сидит, у него недомогание какое-то, и он не может жаловаться на это. Но он может сказать, что, допустим, вы знаете, сегодня я, наверное, слишком плохо спал, бегал по огороду. Ну, условно, чем-то занимался ночью, таким каким-то дуростью какой-то и не выспался. То есть он как-то в шутливой форме должен перевести для того, чтобы уйти из этого места. То есть в обществе человек должен постоянно показывать свою бодрость какую-то, для того, чтобы заряжать этой бодростью других. И еще одним важным моментом в мужестве является толерантность. То есть оценка другого человека без гнева, без эмоций, даже если твой враг, такой вот кровный враг, которого ты ненавидишь, даже если он тебя оскорбляет. Держи честь, держи свою репутацию на уровне, не опускайся до уровня человека, который тебя оскорбляет, спокойно и достойно принимай вот эти все атаки и спокойно их отбивай. То есть не надо быть вспыльчивым. И по этому поводу говорят, что у человека, который способен контролировать свой гнев и эмоции, у него длинное горло. То есть эмоции считаются исходить из живота, и у такого человека они очень долго доходят до головы. То есть и не мешают ему трезво мыслить. А у того, кто вспыльчив, у него короткое горло, у него сразу все влетает, эмоции все. Как описывали в прошлом адыгов некоторые путешественники, действительно адыги вели себя очень достойно даже в таких ситуациях. И если оскорбление доходило до какой-то совсем уж крайности, то не вступая в перепалки, они просто стреляли сразу. Поэтому не было таких категорий, когда какая-то ругань, драки или чего-то. То есть старались вести себя достойно. Если в одном помещении оказались кровные враги, другой человек просто должен встать спокойно и уйти, чтобы не допускать какой-то перепалки. При этом предполагалось снисхождение к ошибкам другого человека. То есть если они не так значительны, то предполагалось какого-то своего рода прощения этому человеку. Последний пункт, который относится к мужеству, это понятие мужества-благородства. Будучи мужественным человеком, будучи проявляющим все черты мужества, он не должен течиться этим фактом. То есть определенного рода состязательность в этом плане недопустима. То есть быть самым мужественным в адыгском обществе было нельзя, потому что это предполагалось как хвастовство. И, соответственно, неприлично было заявлять о себе как о самом мужественном человеке. И последний столб, как говорится, здания адыгства, это понятие чести, совести и репутации. Причем как личное, так и грубовое. В данном случае речь идет о понятии на п, что означает лицо. Это то же самое, как у многих народов мира, но особенно, допустим, у тех же англичан. То есть потерять свое лицо, потерять свою честь. Аналогично и здесь. Лицо считалось выражением человеческого чести-справедливости, то есть через него его нравственное состояние передавалось. По хвалой, допустим, считалась фраза, что у этого человека есть лицо. И у него светлое лицо. То есть светлое как признак благородства, достоинства. Постучать по щеке пальцем в разговоре с собеседником считалось намекнуть ему на то, что он может потерять свою честь. То есть урезонить собеседника, что он зашел слишком далеко. Презрение в обществе было к тем, кто дружит из корысти. Парадки говорили, что птица для созревших колосси в просе. Считалось, что сдержанная не к месту похвала, она не очень хорошо говорит о человеке. То есть если человек сам тебя не остановился, ты начал его хвалить. А ты сам решил сдержанно похвалить его, это не очень хорошо. А что касается самой потери лица, допустим, человек, сделавший какой-то поступок, который обесчестил его, он считался потерявшим лицо, и восстановить его оказывалось очень долго. Как говорилось в пословице, позор ослабляет в песне. Это намек был на то, что какие-то твои поступки, они не просто запоминают сообщество. Их воспевают эти певцы Джигуака, которые о тебе разнесут славу не только в том месте, где ты живешь. Соответственно, потеряв честь, ты теряешь ее на большом таком расстоянии, то есть во всем обществе, а не только в своем ауле. Человек, конечно, потерявший лицо, он не подлежит реабилитации, но совершив, допустим, какое-то тяжелое преступление, он становится просто изгоем. На него даже могли надеть одеяние труса. Называлось это колпак пын. Честь, понятие чести распространялось не только на личность, но и на семью, на сословие целое могло и на весь народ. Она являлась своего рода моделью поведения. И еще вот по поводу цветов. Белое лицо – это честное достойное, соответственно, обратная ему форма – черное лицо. И еще иногда потреблялось жестяное лицо, или у шапсугов – это лицо покрытое собачьей шкурой. То есть человек бесчестный, неправильный. Как бы лицо своего рода было вместилищем чести. Там, где она собрана. И поэтому и двуличность не приветствовалась. То есть двуличность – это считалось человек тоже такой бесчестный, аморальный, двухцветный, скажем так. Интересно, что было такое понятие, как негу. То есть анализ лица и анализ верхней части лица. Даже две вот таких категории. Вот анализ верхней части лица, он касался носа и глаз. И глаза вообще считались одним из самых главных выразителей нравственности человека. То есть как человек смотрит, как бы сейчас сказали, пялится. То есть это аморальное поведение смотреть пялится. Или как бы он посмотрел и убрал взгляд. То есть это считалось более скромностью поведения. В глазах она фиксировала нравственность. И честь и репутацию человека. Считалось очень важным понимать контекст, в котором вот эти взгляд присутствуют. И уметь различать его. Вот такой аморальный и моральный взгляд. О человеке, который умел все вот это делать, то есть соблюдать порядок чести и репутации, говорили, что он гармоничный человек этот. Такой человек способен регулировать свой темперамент, устанавливать гармонию в жизни своей личной и в кругу общения с обществом, саморазвитием заниматься. Вот представленные пять категорий адыгства, они были своего рода общими взглядами и идеями, которые объединяли общество. То есть это понимали все в обществе, это старались соблюдать, ну по крайней мере, большую часть общества, и это объединяло адыгское общество. То есть адыгство это выражение этническое, это как бы без адыгства нет, да, адыг, как я уже говорил, то есть это как бы самая этническая самоидентификация человека через адыгство происходила. И таким образом общество, как бы соблюдающее эти нормы, оно развивалось в условиях уважения и согласия взаимного, то есть в гармоничном. Багажноков сравнивая вот эти понятия с некоторыми социологическими и философскими идеями XX века, говорит о том, что присутствует у многих философов это явление, поиск точнее такого выражения нравственности в обществе сегодня, которое приведет к психологически комфортной среде, которая как раз таки вот и была представлена в этом адыгском этикете. При этом адыгский этикет очень гибкий, он изменялся, он зависел от контекста, он мог от эпохи к эпохе меняться, в зависимости от той ситуации, в которой живет это само общество. И всегда у адыгов именно в самоидентификации эта этика выходила на первое место и влияла, в принципе, на многое поведение, на этикет многих народов Кавказа. И вот так получилось, что адыгская этика стала своего рода идентификацией не только здесь, на родине, сегодня в Российской Федерации, но и в диаспоре. То есть люди, живущие в диаспоре, не растворились во многом благодаря как раз таки попыткам соблюдения адыгского этикета, этики адыгства и как бы объединения вокруг идеи соблюдения этих правил. При этом положительную роль Бакожноков видит в адыгской этике в том, что она, с другой стороны, сдерживает национальные проявления, националистические проявления в обществе, через проявление как бы такого толерантного отношения, уважительного к людям других национальностей. И Бакожноков подчеркивает, что адыгство в понимании Черкеса это творение Бога, то есть это правило, данное Богом. Даже приход других религий, будь то ислам или, как он говорит, христианство и язычество, как такое смешанное, привело к тому, что адыгство говорит, что адыгство это норма, данная Аллахом или норма, данная Дха, Богом. То есть в адыгстве есть черты религии, но это такого рода философская религия и в каком-то мере схожа с протестантской этикой. То есть живи и не думай о том, что тебя ждет, просто делай добрые дела и получишь свой рай. Но при этом адыгство адаптирует религию под себя, сводит нормы. Это привело к тому, что при появлении ислама, допустим, появилось такие понятия, как Аллах дарует нормы адыгства. Еще чуть раньше было такое полухристианское, такое полуязыческое Дха дарует эти нормы. То есть предполагалось, что Бог не спускает их. И каждый раз религия, получается, подминалась как бы под эти нормы. То есть нормы религии в обществе оставались только те, которые соответствовали нормам адыгства и не противоречивали. Это привело к такому явлению, которое Багажнок называет мусульманство среди адыгов, то есть соединение адыгской этики и ислама. На этом все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Назвайте подписываться и становиться моим спонсором на Патреоне. Либо можете поддержать мой канал любым из способов, которые указаны в описании к данному ролику. Ну а более подробный разбор адыгской этики от самого Багажнокова вы можете посмотреть в отдельном ролике, записанном в 2010 году. Я выложу его через некоторое время себе на канале. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok